Всем привет! Сегодня продолжаем строить кухню. В одном из прошлых видео мы строили мебель, а теперь пришло время раковины. Это тот самый элемент, который я ждала с нетерпением. Подписывайся, чтобы не пропустить еще очень много интересных видео. Ну а мы начинаем. Перед тем, как начать делать мойку, я отмечаю, какого размера отверстие в столешнице. Я взяла кусочек пивного картона. Можно брать и что-то другое, это не принципиально. Ввожу по краям. Вырезаю по линиям, которые я отметила, и ко всему прочему, я еще немного закруглила края больше, чем надо, чтобы уж точно не было проблем с размерами. Теперь я еще раз перепроверяю, входит ли кусочек в отверстие. Нужно, чтобы он свободно входил и выходил. Вот, видите, он немного застревает, значит надо еще немного подрезать. С трафаретом я разобралась, и теперь можно по нему вырезать. Я раскатала тонкий пласт полимерной глины и вырезаю по форме нужную деталь. Кстати, если вы хотите сделать раковину, но у вас нет полимерной глины, или вы просто не хотите с этим заморачиваться, можно взять пластиковую коробочку от соусов. Те самые, которые выдают в кафешках с фастфудами. Чтобы сделать стенки, я раскатала еще один пласт той же толщины и вырезала такую длинную полоску. Ширину сделала примерно как у обычной металлической линейки. Вот таким вот образом я аккуратно прикладываю, и здесь будет шов. Сразу же отрезаю. Ну что, теперь можно уже крепить, так скажем, намертво. Для дополнительного сцепления можно использовать жидкую полимерную глину, но я решила в этот раз обойтись без нее, так как материал сам по себе довольно липкий и крепить будет не очень сложно. Вот, сделали, а теперь я придавливаю немного шов пальцами, чтобы сделать его более закругленным. А то вряд ли бывают мойки с такими острыми краями. Хотя, кто его знает. Особо на этом этапе не увлекайтесь, чтобы не перетоншить стенки, иначе с ними будет сложнее работать, да и, в принципе, они станут очень хрупкими. Видите, у меня швы все равно видны довольно сильно. Я их сгладила как могла и оставила. После обжига я их доведу до конца, и видно их не будет. Теперь примеряем раковину кухни. Аккуратно вставляю ее, чтобы ничего не помять, и загибаю края, приминая их к столу. Их я тоже не стремлюсь делать ровными. Главное, чтобы они были примерно одной ширины. Вытаскиваю аккуратно, и можно ставить в обжиг. Такая вот шляпка получилась. Вытащила я ее из обжига. Теперь надо обработать все неровности. Тут вариантов много. Можно сделать это ножом. Можно наждачной бумагой или пилочкой для ногтей. Ну вот, а я решила использовать фрезу. Покупала я ее для ногтей, а в итоге активно использую ее в своих работах. Если просто пилить на глаз, то края могут получиться не очень ровно. Поэтому я отметила маркером точки, чтобы по ним ориентироваться, докуда мне надо срезать. И теперь я воспользуюсь пилочкой для ногтей, чтобы сгладить немного края. То есть я делаю плавный переход от только что обработанного конца ко всему остальному. Таким же образом я сшлифовываю все швы, которые получились неаккуратные. Все сделала и теперь сразу же примеряю. Как по мне, так выглядит уже неплохо. Можно переходить к следующему шагу. Отмечаю, где будет находиться слив, отверстие под краном и сам кран. Я буду опять же пропиливать фрезой, но так как она есть не у всех, я на примере покажу, что любым острым инструментом или шилом можно сделать то же самое. Просто придется немного повозиться. Слив я делаю довольно большой, так как потом мы будем для него делать еще и затычку. С крохотными деталями будет уж очень неудобно возиться. Мне работать с фрезой очень-очень приятно. Процесс прям расслабляет максимально. Теперь будем делать трубу. Для каркаса я взяла обычную скрепку для бумаги. Мы будем ее обжигать в духовке, поэтому я сняла с нее этот резиновый слой. Теперь я насаживаю на нее кусочек полимерной глины и постепенно распределяю пальцами по всей длине. Раскатываю до такой толщины, чтобы зрительно она подходила к нашей мойке. И теперь делаю на ней изгибы. Из-за того, что глина мягкая, пальцы продавливают прямо до проволоки, но все эти недочеты можно исправить, главное не спешить. Лепим кран. Тут я уже не буду использовать каркас, деталь маленькая и держаться она будет легко. Раскатываю тоненькую колбаску и изгибаю по той форме, в которой я хочу сделать кран. На всякий случай можно примерить краковине, чтобы не просчитаться в размерах. Тот конец, который будет крепиться к мойке, прокалываю швейной булавкой и прямо на ней отправляю в обжиг. Теперь разберемся с затычкой. Она будет состоять из двух кружочков, один маленький и другой побольше. Первый я вырезаю таким вот образом, чтобы быть точно уверенной, что он подойдет по размеру. Ну а второй я вырезала обычным колпачком от ручки. Вот, смотрите, я приложила к сливу, чтобы посмотреть, подходит он или нет. Мне кажется, что выглядит не очень крупно. Креплю на жидкую пластику первый кружочек. И теперь скручиваю совсем такую крохотулечку. Это будет такой маленький хвостик, за который будет крепиться цепочка. Господи, аж руки трясутся, все валится. Трубу я уже обожгла. Теперь я раскатываю пласт и вырезаю узкую ленточку. Ей мы обернем колено у трубы, чтобы выглядела она более реалистично. Снова я буду крепить на жидкую пластику. Если края вам кажутся не очень ровными, их можно аккуратно обработать иглой так, как это делаю я. Кстати, украшаем мы трубу не только, чтобы сделать ее реалистичнее, но еще и для того, чтобы скрыть какие-то недочеты, которые не получилось исправить. Обратите внимание, как я использую иглу. Я не просто возюкаю ее из стороны в сторону, а прокручиваю слегка надавливая. Как раскатываю скалкой. Ну и совсем тоненькую полосочку я приклею на второе колено, чтобы просто как-то зрительно уравновесить все детали на трубе. И из крана я вытащила иголочку, на которой обжигала. Она слишком коротенькая, а нам нужна игла подлиннее. Примерно вот такая. Кусочек глины цепляю на кончик иглы и вставляю в верхнее отверстие. Пальцами немного придавливаю к раковине, формирую небольшой конус. Теперь я надеваю на торчащий край иглы икра, и вот что получается. В принципе, можно оставить его и так, но я захотела немного его углубить в основание. Все конструкцию нашу можно вытащить и работать уже с ней отдельно. Чтобы был более плавный переход, я размазываю край основания в сторону крана. Аккуратненько вытаскиваю кран, так, чтобы ничего не деформировалось. Обжигать эту деталь я буду прямо на раковине. Главное, чтобы направление оси, которая задает игла, не искривилось. Для этого я на обороте прикрепила маленький кусочек глины к игле. Так она никуда не сдвинется. А после обжига ее можно просто снять. Я нашла колпачок, от чего он даже не знаю. Главное, что он подошел по размеру для рычагов, которые будут контролировать воду. Вырезала таких два, и теперь любым острым инструментом делаю из них такие цветочки. По центру я сделала иглой отверстие. И надо бы разобраться, как они будут крепиться к крану. Можно сделать так. Маленький комочек насаживаю на иглу и раскатываю прямо на ней. Формирую тоненькую тросточку. Примерила ее сразу к цветочку. В принципе, выглядит неплохо. Окунаю в жидкую полимерную глину и ставлю в отверстие по центру. И теперь сделаем небольшие кружочки, немного выпуклые. Их будем крепить уже после обжига. Вытаскиваю все из духовки и даю немного остыть. Сначала я начала красить просто серебряной акриловой краской, но мне она показалась светловатой, поэтому я вмешала в нее немного черного. Смотрите, как это выглядит. Намного ярче и насыщеннее. Все мелкие детальки удобно красить прямо на иголке, чтобы не пачкать руки. Все подсохло и теперь я клею на суперклей те самые кружочки, которые мы делали в самом конце. Вы только посмотрите, как мило получаются эти рычажки. Если бы мне в детстве подарили такую раковинку, я бы, наверное, с ума сошла от радости. Одну серединку я крашу в голубой, а другую в красный. Ну а затычку для слива, конечно же, в черный. Теперь я расписываю трубу черным и белым цветами. Чем больше мелочей, тем лучше. Ой, ну а тут, смотрите, мне в голову пришла прекрасная идея сделать самый низ трубы потрепанной, будто с нее слезла краска. Покрываю белым цветом, а как только он высохнет, прохожусь наждачной бумагой, снимая местами верхний слой краски. При желании можно покрасить все детали глянцевым лаком. Ну и, наконец, можно собирать все детали вместе. Отрезаю иголки от рычажков, оставляя примерно 5-7 мм. На всякий случай я их вытаскиваю и креплю уже на суперклей, чтобы во время использования ничего не сломалось. Вставляю их в основание и все, они крутятся и сидят крепко. Для крана я взяла булавку с шариком на одном конце, чтобы он держал всю конструкцию, ничего не выпадало. Примеряю иглу. У меня она получилась немного длиннее нужного, поэтому я ее укорачиваю. Насаживаю кран и все готово. Ах, нет, стойте, еще не готово. Я забыла про цепочку. Волосам моим было очень интересно, поэтому они в очередной раз залезли в кадр. Что ж, такая раковина у нас получилась. Надеюсь, это видео было для вас полезным и что-то вы сможете использовать в своей работе. Желаю вам удачи в творчестве и всем до новых встреч!